Мину туда, мину сюда. Пострелять. Жил не тужил. Бомбили, бомбили, бомбили. Умерла тёща. Пешком по трупам, по руинам. В комплексе подвали сюда несколько дней? Несколько месяцев. Да, тут укры, вот тут были. Вот тут БТС стоял у них. Ну там снайпер сидел. Меня сосед пробивает, вот сапата, вот где налоговая. У них там тоже база была. И они пересрали, когда самолёты начали. И тиканули. И он пробегает. Олег, укры тиканули. А там хавчика. Мы, короче, туда. Ну я сразу на первый этаж. А там, ну так стоит упаковка, там кетчупы лечат, там шухой. А мне говорят, Олег, подвал, там позвали. Я в подвал как спускаю. Там подвал за руку, там генератор был. Там у них матрасы. Мы когда заскочили туда, вот тут страшно было. Потому что вдруг вернутся, подставляют. Мы вот на угол вышли. Я на тачанку две упаковки минералки, короче. А он два бутыли. Один томатный и один яблочный, короче. Ну для детворыш. И снайпер пошутил ему. Только в томатный сок. Бу-бух у него под рукой. Он. И на раз. Я не водку. Я сок детям. Я его за руку. Говорю, ты дома сейчас. Он тебя лупит. И его вывезет. Это ж тебе не хух ты ему. Ну что, жил не то жил. 40 лет. Пока не начались вот эти вот все вот боевые действия. То, что нам они нам навязали. Украинский язык. Навязали свою политику. Свои правила. 40 лет прожить и разговаривать на русском языке. А потом надо подстраиваться и что-то делать. В магазин зайти и спрашивают у меня. По трибунам Пукит. А я реально понимаю, что это такое? Ну я не должен отвечать на это. А это в правилах. Бомбили, бомбили, бомбили. Сидели в подвале. Три недели. Умерла теща. Вынесли ее на двери. В одеяло завернули. Копали яму топорами. Лопатами. Корни рубали топорами. Лопатой копали. Потом поняли, что уже нас здесь ничего не держит. Первая гуманитарка российская зашла. Зашла вторая гуманитарка российская. Ну раз уже вторая зашла, поняли, что есть зеленый свет. Вот отсюда и до Володарска. Можете проверить. Пешком по трупам, по руинам. С двумя детьми добрались. Выжили. В Москву. У меня есть друзья там по спорту. Я спортсмен. Приняли, помогли. Сегодня я приехал сюда. Смотрю. Очень много изменилось. Очень красиво его сделали. Здесь, правда, был широкая полоса. Газон. Сейчас сделали разметку. Положили новый асфальт. Вот это все было разбомблено. В трубах, в руинах. Висели дома, смотрите. Столбы. Это абсолютно все новое. Вот эти вот, как они называются? Троллеи. Это все, это абсолютно новое. Потому что все вот так вот валялось. И вот все, что я собрал, смог добыть, да? Целое. Представляете, 4 километра на горбу нес вот туда, к себе. Чтобы прокормить детей. Жену. У меня было 18 человек в подвале. Меня зовут Дмитрий. Родился в городе Мариуполе. Долгая история. Занимался спортом, гимнастикой спортивной. После завершения карьеры гимнастики поехал работать в цирк. Работал в цирке. И в 2005 году так сложилась судьба, что оказался в городе Москва. И по сей день живу и работаю в городе Москве. А родители остались здесь, в Мариуполе. Сейчас я приехал в Мариуполь получить ключи от квартиры, заняться вопросами жилищными. Так как родители сейчас проживают со мной в Москве. Получили уже гражданство, оформили пенсию российскую. И я приехал. У нас был прилет, к сожалению, в нашу квартиру. И все сгорело. Квартира в данный момент пустая совершенно. Хотелось бы, конечно, довезти ее до ума. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok